Ребята, вышла я на улицу, чтобы купить кука-колу. Где я в отеле живу, получается, сейчас я вам покажу. Получается, мой отель там, метров 200-300. Быстро, 2 минуты пешком. А вот тут дорога большая, получается. Есть там супермаркет, а это всё продают чай и рестораны. И ещё у меня вот улица идёт сюда тоже по прямой. Там тоже есть чай. Ну вот ресторан, кстати, тут кафе, я не знаю. Можно поесть тут вечером. Вообще всё близко. И ещё по вот этой улице, где я живу, тут ещё несколько отелей. Наверное, 3-4 штуки. В общем, вот один отель. Тут нету названия на английском. Там ещё второй, третий, четвёртый. Там ещё по этой стороне есть. Вот, так что... Вот я не знаю, если номер телефона... Я просто думаю, я вот вам английское имя оставила моего отеля. Можете по нему ориентироваться. И если вы будете здесь жить, как бы до самой вот этой Уишана, на вход, там минут 10 ехать на машине или даже 5, я не знаю. Быстро очень. На такси будет дёшево вам, если вы не на машине, а просто приехали на поезде сюда. Вот. Ну, такое местоположение. Ничего. Конечно, вечером тут нечего делать. Но оно и так тут нечего делать, где бы вы ни жили. Потому что тут расчёт идёт на саму гору. Вот. Клубов такого тут нет. Это надо ближе к городу ехать. А вот если вы, ну, ради вот этой горы приехали у Уишан, то... Вот это мой отель. Ну, я вам советую. Я не знаю, какие цены тут у других отелей. Думаю, примерно такие. Вот. 100 долларов. Может, поменьше можно найти. Ещё от сезона зависит. Сейчас мы пробуем на хампау, который прошлого года. И ещё раз решили его прогреть. И вот мы подготовили 5 пиалок, 5 проливов. И каждый пробуем. Я сейчас уже до 5-го прошла. Пахнет, ну, как до хампау, такой запах. Я тоже не могу найти. Я тоже не могу найти. Я тоже не могу найти. Ну, и пахнет пиалок цветами. Если вы заметили, я только что, когда я выпила, давала такой звук, звук набирала воздух в рот, чтобы весь аромат у меня прошёл по ротовой полости. И потом я выплюнула. Потому что, если я не буду много чая напьюсь, того, который ещё не полностью прошёл нагрев, у меня могут язвы во рту появиться, ну, или перыши начнут по лицу скакивать, как бы. И чтобы этого не было, так как мы не привыкли такой чай постоянно пить или пробовать дегустировать, потому мы его плёвываем. Ну, вообще его можно пить, но просто могут язвы появиться. Вот. А вот так проходит именно процесс пробования этого чая. Как бы сначала грели его первый раз, попробовали второй раз, обратно пробуют. С каждым разом же надо пробовать. И тогда будете знать, когда остановиться. Как бы вы почувствуете, что это правильный вкус, и всё, и вы останавливаете нагрев. Про нагрев у меня есть отдельное видео, и я вам его покажу. На этом видео вы можете посмотреть, как проходит последний этап производства уишанских улунов. Этот процесс называется хомбэй. Прогрев или жарка. Итак, я одеваю перчатки и снимаю корзину с такой маленькой бетонной печи. В этой печи находится пыль угля, которая очень тоже горячая, от 115 до 130 градусов. Это решает мастер. И с корзины, получается, высыпаю чай на бамбуковый поднос. Получается, с корзины уже выставила, и ставлю её на бамбуковый поднос, чтобы пыль, которая находится на полу, не попала в саму корзину. И аккуратно струшиваю ещё с одного корзинного внутреннего подноса чайинки. И ложу его обратно. И сейчас я буду переворачивать чай. Конечно, это у меня не очень получалось. Вот. Ну, нужно было его как бы немного охладить, перемешать, перевернуть. И после того, как вы это сделали, это очень быстрый процесс, высыпается чай обратно в корзину. Это тоже как бы нужно делать медленно, чтобы чай не рассыпался по полу. Или иначе, вся пыль, которая там будет, она будет на чае, и он уже, ну, он уже не будет такой дорогой. Его можно, конечно, собрать, немного очистить, но в основном это не делает, потому что мы на производстве очень дорогих улунов. И потом я руками, получается, по всей корзине распространяю чай очень медленно, легкими движениями, чтобы не навредить самому чаю и не сломать их, эти чаинки. Медленно поднимаю корзину и ставлю ее на другую печь. Это тоже нужно очень медленно делать, чтобы пыль, которая, это от угля, которая находится в печи, она не поднялась вверх от воздуха и не попала в корзину на чай. И сейчас мы попробуем вот несколько видов. Раз и два. Это все разные. И сейчас вот учитель готовит гайвани и пиалки. Сейчас будем пробовать. Если вы хотите, Учитель уже наливает. Сейчас будем пробовать. Если видите, у них даже цвет отличается.